Прожив в браке два года, я понял, что свадебный тост, умеете друг другу уступать, нужно говорить на серебряной свадьбе. Потому что пока вы молоды, ругаться это даже прикольно. Плетать, я реально опаздываю! Где мой ремень? Вокруг живота, посмотри! Сергеев, ты что, специально? Я сто раз просила, так резко не тормози! Тогда сама сядь за руль, ты же у нас все можешь, и краситься, и машину везти! Слушай, Сергеев, не начинай, тебя очень прошу! Я не начинаю, я заканчиваю! Ты на меня орешь? Я не ору! Что ты на меня орешь, что такое нервное? Да, пап, привет! Да все в порядке, у тебя как? Ага, ага. Эй, сейчас, погоди! Да ну нафига ты опять эти сардельки взяла, они же невкусные! Вот как начнешь больше зарабатывать, начну вкусные брать! Так, вообще-то я один у нас работаю в доме! Слушай, а я сижу с ребенком, знаешь, по себе надо играть! Мусор вынеси! Нет, просто офигенно ты погладила! Сергей, стуча! Вот сама и укладывай! Ты на часы смотрел? Мне что, всю неделю этот борщ есть? А что, хозяюшка, кофе закончился? В магазине нет! Так что, как купишь, так и попьем! Да нет, спасибо, я на работе попью! Ты никому бы не сказал, что придешь ко мне прибавки просить! Я бы тебя... Я думаю, зря он просить прибавку пошел! Вот, вот, если бы ты сам бы ко мне пришел прибавку просить, я бы тебе ее просто так сам бы повысил! А теперь нет, теперь вот терпи, терпи вот этот вот сыр! Потому что, если твои дружки узнают, что я тебе поднял зарплату, то тогда сюда весь отдел прибежит! Ты это понимаешь? Ясно тебе? Ясно! У меня сейчас достаточно грустное лицо! У тебя достаточно грустное лицо! У тебя очень грустное лицо! Ну, Сильвестр, что на этот раз? Изольда Венедиктовна, мы с тобой знакомы не первый год! Ты лучший психолог в Европе! Ты столько раз меня выручала от невыгодных сделок, от фальшивых друзей, от женщин-аферисток! Но в этот раз помощь нужна не мне! А кому? Мне? Мне кажется, мой сын несчастлив в браке! У вас у всех одни и те же проблемы! Не нужно было его женить на дурочке модели! Да нет, нет! Таня, у нас, во-первых, не дурочка, а во-вторых, ну вот! Понятно! Не, я очень люблю Танечку! И Саша ее любит! Но мне показалось, а вдруг они не подходят друг другу! Вот я и подумаю! Если уж не судьба, то лучше сейчас, чем потом всю жизнь! Сильвестр, я говорила тебе сто тысяч раз! Судьбы нет! Есть фенотипы! Да! Значит так, в субботу пусть они ко мне приедут в офис! Мне полчаса хватит, чтобы во всем разобраться! Не-не-не-не! К психологу на прием они не поедут! Не-не-не! А что ты хочешь от меня? Чтобы я их по фотографии зарядила до золотой свадки? Ну, есть один вариант! Если ты к ним приедешь! Но не как психолог! А как кто? Как почтальон? Сейчас! Как моя избранница! Хорошо! Понятно! Счет принесите, молодой человек! Ну, прошу тебя, Изольда! Ну, ради меня! Ну, хорошо! Дети это святое! Десять тысяч евро! Да, Танюш! Что купить? Дрожжи! Хорошо! Сейчас, сейчас иду! Иду, иду! Вот где-то здесь они у нас должны быть! А, нашел! А, молодой человек! Скажите, а где у вас дрожжи? Что? Кончились, да? Очень жаль, жаль! Алло, Танюш! Представляешь, кончились дрожжи! Да! Ну, давай! Давай, целую! Ага! Да, пока вы молоды, ругаться, конечно, прикольно, но мириться надо тоже не забывать! Танюш! Танюш! А у меня для тебя подарок! И у меня для тебя! Да? Только я первый! Вот! Это тебе! Обалдеть! Сашка, ты с ума сошел? Да? Где мой подарок? Таня, представляешь, а если вот так быстро листать, то наоборот, Лешка уменьшается, а твоя грудь увеличивается! О, 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 о! Прикольно! Так, Сергей, ты что, совсем что ли? Таня, а что ты тут всю сметану на маску потратила? Ай, Сашенька! Это было великолепно! Ты что, читал мои мысли? Да нет, я просто стригся у твоего парикмахера. Доброй ночи, Танюш! О, о, ничего себе! Уже 20 километров пробежал! Нормально, нормально! О, о, о! Девуха из соседнего отдела рассказал. Значит, после авиакатастрофы на необъятаемом острове остается в живых русских, танец и французских. Что-то ему, походу, реально мой отчет был нужен. Про столицы будет читать. Нет, там просто бумаг закончился. Так вот, короче, остается немец, русский и французский. Смотри, это вот сюда, это вот так, и все. Ну, вроде не так уж и сложно. Слушай, Танюш, а как смесь разводить? Смотри, надо взять смесь. Сейчас, извини. Алло? Расслабься. Тест отрицательный. Берешь, количество смеси нужно и по возрасту. Ну, все, 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 не надо уже. Спасибо, Танюш. Привет, Альберт. Здорово, соседи. Хожу по подъезду, собираю деньги. По 200 рублей с квартиры. Так, 200? Сейчас. Так, на, держи. Отлично, так. А на что собираешь? Пока не знаю. Все будет зависеть от суммы. Вообще, мой папа очень любвеобильный человек, поэтому очередному его звонку я не удивился. Прости, и с кем придешь? С избранницей? Ну, ладно, ладно, ладно. Сырот, ты что, не рад за меня, что ли, а? Папа, ты мне этот вопрос раз в две недели задаешь. И 20 лет подряд я тебе отвечаю на него, что я рад, папа. Не, не, в этот раз все серьезно. Пора уж, Саша, пора. Знаешь, а то в старости некому стакан Вителя будет подать. Ой, да ладно тебе, папа. Скажи, а мамка-то у нас, как я, или помладше будет? Вечером увидишь. Пока. Все, беру. Анит, я во всем новом пойду. Во всем новом. 746. Подержи пока ребенка. Кошелек достану. А долго держать? Ой, простите. Саш, ну ты где? Саш! Дядь, дай денег, я тебе стекло помою. Держи, малец. 10 рублей, что я на них куплю? Хватит с тебя, мой давай. Как ты молодежь пошла, а? Жадные, работать не хотят. Эй, эй! Ах ты гад, стой! Обычно папиными избранницами были похожие друг на друга модели. Женщина, которую папа привел в этот раз, тянула разве что на директора модельного агентства. Ну, что же. Дорогие папа и... Изольда. Пока мы здесь, так сказать, в домашней обстановке, а не в шатре на 1200 человек, разрешите поздравить вас от всей души. Мы, правда, очень-очень за вас рады. Ну? Изольда Венедиктовна, давайте вам еще тортик положим. Нет, Танечка, спасибо. Мне теперь за фигурой следить надо. Саша, бери тарелки. Да, конечно, пора уже. Тарелки просто у нас... Ой, господи, что же такое? Извините, пожалуйста, Изольда Венедиктовна, это я, наверное, рукой. Саша, ничего страшного. Нет. Ой, извините, это у нас семейное. Да, я... Спокойно. Так, это уже бывает. Достану сервис на шесть персон. Начну накрывать, а в конце на три остается... Так, я не знаю. Так, я сама все убью. Вот. Сейчас. Слушай, Изольда, а я не понял, что это за фокус с соком был, а? Да, блин, что-то я переволновался, видимо. Проверка на их конфликтную резистентность. Мне нужно было посмотреть, как они поведут себя в стрессовой ситуации. А то они бы мне все полтора часа только улыбались и тортик подкладывали. Ну, не знаю, мне она понравилась. Представляешь, если они поженятся? И что ты думаешь? Разветутся? Сложно сказать. Встреча была непоказательная. Все их внутреннее напряжение было сконцентрировано на мне. Не знаю, странная она какая-то. Да и вообще, она старше папы. Танечка, как я поняла, старше Саши, да? Офигенный аргумент! Ты тогда тоже себе малолетку найдешь, живи с ней! Вывод? Да ну, давай-ка прекратим ссориться из-за этой Изольды. Может, мы ее вообще больше не увидим? Сильвестр, нужна еще одна встреча. Еще десять тысяч? Гена, трогай! Ну, я не знаю. Бюстгальтер грудь, конечно, приподнимает, но просвечивает. Соски видно. Трустики, знаешь, тут интересные. Открытые. До самого не хочу прожива, а потом все переходит в две тоненькие ниточки. Ага. Ну, а что все? Ага, да, ага. Скажи, хочешь что-нибудь? Саш, давай. Лиль, Сашка взял, я в ванной была. Тань, а давай ты сегодня как будто проститутка. Чего? Ну, ну просто игра такая. Я тебе заплачу за секс. Как будто я торгую своим телом. Ага. Ну, давай. Привет. Я Снежана. Шестьсот рублей? Я что, такая плохая проститутка? Нет, 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 Танечка, ты что? Ты, ты отличная проститутка. Просто, просто, у меня больше нет денег. Я правда хорошая проститутка? Правда, правда. Ты самая лучшая проститутка. Всю ночь вместо того, чтобы спать, я думал про папу и Изольду. Утром мои опасения подтвердились. Доброе утро. А ты что так рано проснулся? Да я и не спал толком. Всю ночь думал про папу и эту Изольду. Короче, знаешь, что мне сейчас поисковик про неё выдал? Белова Изольда Венедиктовна. Доктор психологических наук, заведующая европейской кафедрой психологии и гипноза. Ой, ну и что тут такого? Образованная женщина. Тань, ты что, спишь что ли ещё? Психология и гипноза. Ты понимаешь? Она же окрутила папу своими психоштучками. Конечно, захотелось старость провести на Рублёвке. Так-то сдалась бы она папе в свои 58 лет. Вот! Папа. Алло, пап? Привет. Слушай, нам надо срочно встретиться, слышишь? Сынок, ты прямо читаешь мои мысли. Мы вечером с Изольдой к вам заедем. Хотим кое о чём объявить. Пап, подожди, стой! Сынок, извини. Вторая линия. Что случилось? Да пока ещё ничего, но вечером, походу, папа приедет с Изольдой и кольцом. Ты смотри, как она его быстро обработала. Так, ничего, Сашка, не переживай. Мы им вечером устроим помолвочку. Танечка, это был идеальный секс. Ну? А почему? А потому что я заранее принёс попить. О, Альберт, сейчас я его подколю. Но насчёт того, что они с женой нам всю ночь спать не давали. Привет. Чё, жена вчера приехала? Нет, наоборот, уехала. А что? А чё я к вам заходил-то? Знаешь, как здорово получилось? Сначала вымачиваешь её в майонезе или в уксусе, ну, как больше нравится. Обмазываешь специями. А вот перед тем, как её в духовку поставить, засовываешь прям в попу пару яблок. Ну, если яблоки большие, то можно нарезать дольками. Лоша точно понравится. Что? Нет, лимон не надо, лимон кожу разъедает. Слушай, Костя, ты не помнишь, как эту грудастую из бухгалтерии зовут, а? Такси зовут, а имя не помню. Немножко подойти к Вячеславу Григорьевичу и сказать, мне эта грудастая из бухгалтерии не подписала. Ну что, грудастая подписала? Саша, я макароны поставила. Засеки, пожалуйста, 7 минут. О! Да у нас есть 7 минут. Фу! Ну, как? Готовы? Нет, не готовы ещё. Совсем не готовы. После того, как я узнал, кто на самом деле Изольда, я был готов наброситься на неё прямо за столом. Но я ждал удобного момента. Не, ну а чего это все так загрустили? У нас же всё-таки помолтка, а не поминки. А это мы тебя, как холостяка, поминаем. Хорошо. Такой тост тоже засчитывается, да? Давайте, давай-давай, Танечка. Алло? Алло. Да, Вольтемар Степанович, конечно, на месте. А не надо на нас так смотреть. На нас ваши чары не действуют. Какие чары? Гипнотизёрские. Что? Всю жизнь диссертации писали, чтобы потом богатым мужикам головы морочить? А в ЗАГС тоже его под гипнозом поведёте? Сильвестр, скажи да. Сильвестр, скажи да. Ребята, подождите. Вы всё неправильно поняли. Ой. А что тут понимать-то? На профессорскую заплату такие-то серьги не купишь. Что, старость захотелось в шоколаде прожить? А я вот что тебе скажу, профессор. Не в день, не в счастье. Мы втроём на 42 600 живём и хорошо живём, без гипноза. А папу мы тебе не отдадим. Ведьма. Да, ну всё, пожалуйста, меня хватит. Сильвестр! Сильвестр, скажи им правду. Какую правду? Что это моё сокровище, да? Немедленно скажи этим двум холерикам, зачем я здесь. Ну откуда я знаю? В шутку вы ругались или не в шутку? Что мне ещё оставалось делать? Вы же скорее разведётесь, чем сами к психологу пойдёте. Ну что сделано, то сделано. Давайте хоть мнение эксперта узнаем. Ну и, Золь, да как тебе мои дети? Сильвестр, у тебя замечательные дети. У них такая крепкая и дружная семья. Но знаешь, что самое интересное? Больше всего они любят не друг друга, а тебя. Да. Ладно, раз так всё хорошо, может быть, отметим это дело? Нет, 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 я на работе, я не пью. Ну ладно, мамуля. По бокальчику-то можно? По бокальчику-то. По бокальчику-то. По бокальчику-то. По бокальчику-то. По бокальчику-то. По бокальчику-то. По бокальчику-то.